Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас в новом моём блоге. Давненько я для вас не снимала влог, поэтому ловите. Сегодня я, значит, пойду за документами, также мне нужно сходить за очками. Сейчас подробно расскажу вам, что произошло со мной. У меня проблемы со зрением, причём очень серьёзные. К сожалению, да, так происходит. Я думала, что этот процесс остановится, но оказалось всё не так хорошо, как я ожидала. В общем, сейчас я заправляю свою постель и одеваюсь. Ещё я, кстати, купила себе джинсовые брюки, которые уже показала вам в инстаграм. Но ещё раз покажу здесь, потому что не все мои зрители подписаны на мой инстаграм. В общем, постель я собрала вот так вот. И хочу показать вам брюки. Они вот такие вот. Свободные, очень тонкие, на лето. И самое главное, что мне понравилось в этих брюках, это вот этот вот ремешочек. Всегда вот у меня проблемы мне в талии всегда велики. То есть в бёдрах нормально, в талии велики. А здесь такой вот механизм. Вы можете регулировать под свою талию. То есть можете затянуть вот так вот. Обычно, когда я выкладываю, например, свои покупки в инстаграм, всегда куча, знаете, сообщений по типу. Безвкусица, ужас. Я одела и сняла для вас историю. И всем настолько понравились эти брюки, что я была настолько рада, реально. Потому что такое со мной бывает очень редко. Обычно меня все обзывают, что у меня нету вкуса. Сейчас я выпрямляю себе волосы. И собираюсь во Sunset Matte. Это что-то вроде вашего паспорт-стола. И я хочу рассказать вам про своё зрение. Что же произошло у меня и в прошлом году. Нет, даже в позапрошлом году. Я проверялась. И я знала, что у меня зрение этого глаза 100%, а здесь всего процентов 40. Вот. Я об этом знала. Я знала, что нужно носить очки, но не носила. Потому что я слышала, что зрение падает только до 18 лет, а потом уже всё остаётся на своих местах. Вот. У меня синдром ленивого глаза. И получается, что один глаз выполняет функцию другого глаза. Вот. И в результате этого этот глаз может полностью атрофироваться. Я могу ослепнуть на один глаз. И это очень печально на самом деле. Вот. То есть, если вы не видите обеими глазами, то это не настолько серьёзно, как вы не видите одним глазом. Один глаз выполняет функцию второго, как я сказала. И получается, что у меня может быть косоглазие или вообще я могу ослепнуть на один глаз. Вот. Поэтому я вчера сходила и купила себе очки. Самые хорошие стёколы. Всё самое хорошее. Но я так понимаю, что очки сильно не корректируют моё зрение. Да. Правый глаз видит всего, там, не знаю, 20%. Очень мало. Очень. Скажите, что он видит. Вот. Такие вот у меня проблемы. Честно, я очень расстроена по этому поводу. Вот. Уже даже, знаете, вот эти проблемы всякие с этими сушами, всё такое. Это, честно, у меня ушло на второй план. Вот. Есть гораздо серьёзнее проблемы. Поэтому я буду носить очки. Вот. И, наверное, в ближайшем будущем буду делать операцию. Надеюсь, что это мне поможет. Я, наверное, в инстаграме уже говорила об этом. Знаете, я беру стёклышки очков, и я вижу, что они тоже супер не корректируют. Они делают лучшее, но это не особые изменения. В общем, как-то так. А сейчас я иду за документами. Сейчас надену, кстати, свои брюки и вам покажу. Вот так вот брюки сидят на мне. Я заправила футболку внутрь. Мне кажется, очень классно. В талии прям идеально сидят за счёт вот этого вот ремешка. И здесь они такие свободные. На мой взгляд, прям супер. Ой, носок, иди отсюда. Вы это не видели. Вы его не видели. И волосы выпрямила. Как-то можешь падать, слушай. В общем, здесь у меня ароматы. И очень удивительно, что я покупаю всякие ароматы, пользуюсь одним и тем же. Мне очень нравится Avon Farway. Прям мой аромат. Вот очень нравится. Я читала ноты сначала этого аромата. И я поняла, что он мой. Вот теперь я хочу всю коллекцию Farway купить. Кстати, насчёт экономии. Я же вам говорила, что я буду экономить. И буду год без покупок. Но вы меня немножко неправильно поняли. Я так поняла. Потому что в Инстаграме девчонки пишут. Ты же сказала, что ты не будешь ничего покупать. Нет, ребят. Я буду покупать, но я буду всё это записывать. Сколько денег я трачу на хлам, который у меня уже есть. Я, к сожалению, не могу заставить себя не покупать. Но я просто хочу пробный месяц. То есть в течение месяца я покупаю то, что я хочу. Но записываю. Пока что так. И в конце месяца я делаю вывод, сколько денег потрачено на ненужные вещи. Как-то так. Вчера вечером я запланировала свой день так, что типа в девять я уже должна быть в Ассане. Там, не знаю, в десять я уже снимаю мук-банг. Вот прям по минутам я расписала свой день. А сейчас, как только день начался, я понимаю, что я опаздываю приблизительно на три часа. И так каждый вечер. Каждый вечер я строю планы, что вот завтра я сделаю это, 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 это. И мне хватит времени, но получается, что нет. Я сейчас уже здесь, жду своей очереди. Оказывается, можно онлайн взять очередь. Это реально очень удобно и экономит время. К сожалению, я не знала про это, поэтому мне придется немножечко подождать. Ну а так, все окей. Я научилась платить, не знаю, все коммунальные через карточку, через телефон, да, получается. Все уже давным-давно это умеют, но до меня дошло только недавно. И получается, что все коммунальные услуги я начала платить онлайн. И это реально так удобно. И теперь получается очередь ты тоже можешь взять онлайн. И ты знаешь конкретное время, когда ты должен быть здесь. Вот, я считаю, это идеально просто. Смотрите, моя любовь к натуре Сибирика. Очень нравится мне эта фирма. Здесь есть такой шампунь. Когда я ходила за документами, мне позвонили и сказали, что ваши очки уже готовы, и мне нужно пойти их забрать. Мне кажется, сразу я не буду комфортно себя чувствовать в них, потому что врач сказал, что нужен определенный период для адаптации, потому что это очень такое сложное стекло, астигматизм и все такое. Но я надеюсь, что хотя бы за компьютером я смогу быть уже в очках. Я взяла свою оправу. До этого я покупала очки антибликовые, типа, для того, чтобы глаза не портились во время работы на компьютере. Но оказалось, это полная фигнёй, если честно. Мне продали за такую цену, за 6 тысяч российских рублей. Мне продали антибликовые очки, которые я носила где-то три раза, и я не увидела никакого результата. Это просто вот. Когда я была в России, кстати, мне врач-офтальмолог, он сказал, что это полнейшая фигня эти очки, то есть сейчас компьютеры и телефоны не имеют ультрафиолет или что-то. Я вообще не спец в этих делах, но этот врач мне объяснил, что это просто маркетинговый ход, и меня просто надурили. Вот так вот. Ну как я вам, ребята, с такими очками? Если честно, очень тяжело в них мне пока что ходить. У меня прям голова кружится. Если я сейчас здесь нигде не упаду, не споткнусь, будет офигенно. Даже если влог вышел, значит, я не умерла. Вот. Как-то так. А права у меня уже была. Спиретка. Я не думаю, что я в очках буду ходить куда-то на улицу. Я просто думаю, что я за компьютером буду у них сидеть. И просто дома. Когда буду снимать истории, буду снимать. А в другое время буду ходить с очками. Но тоже временно. Мне не очень есть, честно. Мне кажется, теряется моя индивидуальность с очками. Хотя некоторые носят просто как аксессуар. Просто я выгляжу так, как школьница. Смотрите. Не знаю, как-то непривычно видеть себя в очках. Ребят, прям жутко неудобно с этими очками. Если честно, очень неудобно. Я прям голова распалилась. Я их сняла. Где-то полчаса была без очков. Сейчас опять одела. Мне офтальмолог сказал, что на первых этапах так будет. И это нормально. Но в дальнейшем я уже привыкну, когда уже буду постоянно ходить в них. То есть сейчас мне постоянно в них ходить нельзя, потому что еще глаза не привыкли. Меня еще напрягает этот зеленый цвет. Господи, я чувствую себя какой-то сжигулей просто. Жига-жига-жига-жига-жига-зажигалка. Че ты мне подмигиваешь? Вырубай мигалку. Так тупо вот этот вот цвет. Мне так не нравится. Тоже с какой-то. Кстати, насчет моего лица. Многие спрашивают. Многие спрашивают про мои губы. Многие спрашивают про мое лицо. Что касается прыщей. У меня вообще не появляются новые прыщи. Просто остались следы от вот тех, которые были. И то они не сильно заметны. Но так, знаете, терпимо все. Насчет губ все замечательно. У меня просто герпес. Я его сегодня так оторвала. Поэтому он такой красный. И все, он у меня уже прошел. Просто я его немножко оторвала. Потому что меня напрягало это уже. Сколько можно, ребята, уже в очках? Не знаю, на губе какая-то это рана. Ну, мне кажется, я в очках похожа на школьницу какую-то. Не знаю, на подростка. Не знаю, вот так вот. Это Айка. А вот так вот. Подождите. Иди сюда, я это сказала. Что-то меня на нерве действует. Вот так это уже не Айка. Не знаю. У меня такое, знаете, было, когда я брекеты сняла. Вроде красиво смотрится. Но это не я. Я смотрела на себя и понимала, что да, круто. Но это не я. Я просто, наверное, так привыкла к брекетам, что комфортнее себя чувствовала именно с ними. И когда их не было, вроде бы было бы красиво. Да, красиво было. Но я долго привыкала. Просто очень долго привыкала к своей новой улыбке. А я, значит, тут сижу и загружаю для вас видео с персиками. Уже несколько часов я хожу в очках. Наверное, вам это неинтересно, но я вам все равно расскажу. Вот. Я уже более-менее привыкаю, как-то адаптируюсь. Сначала я была как пьяная, но сейчас уже нормуль. Я загружаю для вас видео с персиками. С просто свежими персиками. Я знаю, что вы любите персики, поэтому нужно персики до вас пронести. А еще, кстати, мы договорились с нашими, с моими подписчицами, с двумя. Они завтра ко мне придут, и мы снимем для вас видео. Даже три видео. Я придумала три видео. Одно видео будет про суши, второе видео будет с черешней. И третье это просто будет как бы челлендж. Кто знает меня хорошо, и кто будет знать меня лучше, тот получит приз. Это будет шкатулочка, которую вы видели в инстаграме. Вот. Еще, кстати, мама принесла такую крупную клубнику. Я никогда в жизни вот не видела такую крупную. В прошлом видео я говорила те же самые слова. Я реально думала, что та была самая крупная, но я ошибалась, потому что я увидела реально самую крупную клубнику. Кстати, я в инстаграме, это тоже в очках там была, и девчонки написали, что вот этот зеленый цвет, это просто от стекла зависит. То есть от стекла такое. Ну, там она много чего написала, я не все поняла. Вот. Ну, в принципе, она объяснила, что так и должно быть. Еще я записалась на лазерную эпиляцию по сего тела. Вот. Чтобы стать красоткой. По идее у меня уже, знаете, на ногах так-то вот особо волосы не растут, но вот на руках уже появились. Хотя вы, наверное, не видите. Ну, сильного такого оволоснения у меня, конечно же, слава богу, уже нету. Вот я говорила про вот эту вот клубнику. Какая красотень. Ну, вот просто какая красотень. Какая клубника крупная. Она вообще прелесть. Посмотрите. Как пахнет. Жалко, что видео не передает ароматы. Она просто огромная и просто обалденная. Посмотрите. Вот это я понимаю размер. Я думала, что прошлая клубника очень крупная, но я вижу, что есть куда стремиться, ребята. Буду снимать для вас мукбанг.